Вот важная мысль. Услышьте меня. Запомните это. Дело не в вас. Дело не в вас. И дело не в вас. Не во мне. Дело не во мне. И дело не во мне. Когда я пойму это, когда я осознаю это, тогда моя жизнь обретет больше смысла. Потому что, верьте или нет, я не центр Вселенной. Когда мы младенцы, нам кажется, что мы центр Вселенной. Но когда мы растем, когда мы становимся зрелыми, мы понимаем, что это не так. Мы очень важны для Бога. Но Он Бог, а мы нет. Иоанна 13 глава. Я очень люблю этот отрывок Писания. Ишоа готовится праздновать Песох. Как раз подходит актуально для нас, правда? И в третьем стихе сказано, что Ишоа знал, что Отец отдал все в Его руки. И что Он от Бога ишел. И что Он возвращался к Богу. Поэтому Он встал на вечере, снял верхнюю одежду, взял полотенце и начал мыть ноги ученикам. Если мы собираемся ввести, если мы собираемся служить, мы должны понимать эти вещи. Ишоа знал, кто Он был. Он знал, кто Его Отец. Он знал, что Он собирается вернуться к Отцу. Поэтому Он не служил для того, чтобы получить подтверждение от Отца. Это очень важно понять нам. Когда Ишоа начал Своё служение после Крещения, Отец сказал, что это Сын Мой, и Я доволен Им. И когда мы введем в теле Мессии, нам нужно также это ощущение принадлежности. Мой Папа доволен. Я хочу практические анализы того, что гордость, например, она убивает. Хочу показать это на практике. Очень легко смотреть на людей, которые популярны, и подумать, что их жизнь очень простая. Но если не смирение вводит вас в это состояние, это бремя, оно просто раздавит вас. Люди в Голливуде, например, они имеют проблемы с наркотиками и другие проблемы в жизни. И даже в церквях лидеры разных общин, деноминаций, у них тоже есть проблемы. Они были раздавлены от своей популярности, скажем так. Если они строили на своих собственных возможностях, на своей популярности, то если так мы будем поступать, то это может просто убить нас. Поэтому Господь должен нас поставить там, где Он хочет, чтобы мы были. И это всегда непросто. Но это самое лучшее место. Давайте поговорим об этих словах смирения и гордость. Потому что очень часто мы слышим их в церкви и не всегда понимаем, что они значат. Смирение заключается в том, что мы зависим от Бога. Это не то, что мы думаем, что мы ничто и никто. Это понимание, кто я такой, и что самая большая сила и власть от Бога. Так, ради веселья иногда читайте Евангелие от Иоанна. И обращайте внимание на местописание, где Ишуа говорит, когда Он говорит, «Я совершаю только то, что дано мне отцом. Говорю только то, что слышу от отца». Он был полностью связан с отцом. Поэтому давайте подумаем о гордости. Гордость – это не обязательно безразличие. Вы когда-нибудь видели, как двухлетний говорит вам, что он хочет сделать все сам? И многие двухлетние, например, они так совершают, так ведут себя. Например, он захотел вот так одеться. Например, перепутал обувь, одел неправильно обувь, одежда задом наперед, шиворот на выворот. Волосы торчат в разные стороны. Но я же это сам сделал. Это гордость. Это гордость. Когда мы хотим сделать что-то, независимо от Папы. Это гордость. И безразличие или пренебрежение – это может быть частью этого. И в корне гордости – это намерение сделать что-то без Бога. В моей плоти нет ничего хорошего. Подумайте об этом. Но я могу все, выкрепляющее Минейшего Мессии. Ключ в моей зависимости от Папы, от Отца. Вы не можете любить Ближнего без Бога. Невозможно любить Бога без Его действия внутри вас. И знаете, какое общее слово в двух заповедях? Самых больших. Это любовь. Первая заповедь – люби Бога всем сердцем и всем, чем можешь, и ближнего, как самого себя. Я не могу это делать. Без Бога. Это смирение. И исходя из нашего смирения, мы служим друг другу. Но я видела, как люди пытаются служить. Потому что они не знают, кто они в Ишу. Они думают просто, ну, я же ничего не стою. И пока я здесь вот катаюсь по полу, я буду все равно смотреть, пока кто-то говорит, потому что я такой плохой. мы сыновья и дочери Всевышнего Бога. Мы сыновья в доме. Дети в доме. И это наше семейное дело. Наше семейное дело заключается в том, чтобы спасать людей. во времена Нового Завета, когда усыновляли человека, его вводили в семейное дело. нас ввели в семейное дело. Наш отец и Ишуа, они занимаются спасением людей. И омывают ноги. Потому что после того, как Ишуа омыл ноги учеников, он сказал, я преподал вам пример, который я хочу, чтобы вы исполняли так же. омывайте ноги друг к другу. У меня нет проблем, когда люди приносят буквально корыто и омывают ноги другим. Это может быть очень сильно. Кто-то вам мыл ноги когда-то? Это смирение принимать это. Часто я так думал, что о нет, на что ноги мои похожи сейчас. Мужчины там иногда думают, у меня же дырка в носке, наверное. Но в этом ничего нет плохого. Это может быть очень мощным пророческим действием. Но поймите, что омывание ног, это не только заключается в церемонии. Это забота о людях, которые совершают свое дело. Как люди пачкают ноги? ходя в мире. Нам нужно заботиться друг о друге. Без осуждения или критики. Это как бы мы говорим, что ты служил Ишуа, ты делал что-то для него. И у тебя на ногах от этого грязь. Поэтому я послужу тебе и омою ее. Это будет хороший момент, для меня, чтобы мы добавим это. Мы, наверное, это поговорим об этом. Может быть, мы завтра больше поговорим об этом. Но чем больше ног вам предстоит омыть, тем важнее вам выделять время для себя. Все равно, даже если вам нужно помыть еще чьи-то ноги, вам нужно также время уделять себе. Вам нужен действительно этот шаббатний покой. Мы для себя, как с нееврейской точки зрения, понимаем, что для нас это не конкретный какой-то день, но любое время, которое мы можем уделить для Бога. Когда вы позволяете Ему омыть ваши ноги. когда вы делаете что-то, что не является вашей ежедневной рутинной работой. Я точно знаю, чем больше людей смотрят на вас, тем больше времени вам нужно уделять для себя. Потому что вы можете выгореть. мы часто принимаем на себя вину, когда видим нужду вокруг. Но Ешуа, он при этом уходил от толпы и поднимался на гору. Если Ешуа нуждался в этом, то тем более я. Потому что я еще больше. я меньше его. Не пренебрегайте собой, не выгорайте. Потому что если вы не сделаете это, то никто не сможет вместо вас это сделать. Найдите тех людей в жизни, которым вы можете доверять. И на моем личном опыте это не обязательно те люди, которые близко географически находятся. Валентина и Татьяна такие люди в нашей жизни. Всякий раз, когда мы встречаемся здесь, в Техасе или в Мексике, мы выделяем время для того, чтобы просто сесть и поделиться сердцем сердцу. Мы не достаем тазик и не моем ноги друг другу постоянно и буквально. Но возможность быть друг с другом и разделять бремя, это то, как мы можем омывать ноги друг другу. Я хочу немного поменять метафору. Вы знаете, что мы должны быть наполнены Духом. И мы также должны продолжать наполняться Духом. Когда мы впервые вступили на этот Духовный путь, первый раз мы подумали, что мы должны быть наполнены Духом Святым, потому что у нас было сокрушенное сердце, мы не знали, что делать. Я не уже но честно, я получила исцеление, у меня нет больше такого сокрушения. Но мне нужно дальше наполняться Духом Святым. Причина этому потому что я отдаю себя другим людям. Это как губка, которую опускаешь в воду потом Господь берет вас и выкручивает вас на других людей. А поэтому мне нужно опять напитаться, быть опять крещеной в Духе Святом, погруженной в Дух Святой. Очень много мест, о которых говорит Павел, и Он говорит, что я изолью себя ради вас. Я буду продолжать изливать себя ради вас. Но я не смогу все излить, если я не вернусь к Ишуа и не буду наполнена снова. Поэтому для меня лично особенно когда, например, начали общину только, что мы разделяли время в первую очередь с теми людьми, которые несли ответственности в церкви. потому что им в первую очередь нужно мыть ноги. Пастор, от которого мы вышли, которого мы очень любим, он не видел так ситуацию. Большую свою часть уделял время именно людям, которые сокрушены сердцем. я любила его за это. Но когда твое сердце уже исцелилось, его нельзя было уже найти, к нему не было уже доступа. Все его время он посвящался сокрушенным сердцем. и мы поняли, что так невозможно построить сильную общину. Исходя из 4 главы эфесянам, мы верим, что мы должны омывать ноги тем, кто несет серьезную ответственность в общине. и тогда они смогут мыть ноги другим людям. Мы верим, что это более библейский способ. Давайте поговорим о продвижении. нет никого из нас, кто не хотел бы пойти дальше в Царстве Божьем. Духовные амбиции это неплохо. Вот способ, благодаря которому мы реализуем свои амбиции может быть неправильным. Я хочу, чтобы меня знали на небесах. Я хочу быть известной на небесах, знаменитой. И я также не против, если я буду знаменитой для ада. Я хочу, чтобы бесы всякий раз ужасались, слыша мое имя. О, нет, Керен проснулась. Мне нравится это. помните, те люди, которые пытались изгнать бесов именем Ишуа, которого проповедовал Павел. И бесы сказали, Павла мы знаем, Ишуа мы знаем, а кто вы такие? Я хочу, чтобы бесы говорили, мы знаем Ишуа, Павла и Керен. Для меня это страсть, для меня вот это амбиции. Но я не смогу никак по-другому добиться этого и реализовать эти амбиции, если не буду в присутствии Божьем. Иначе и меня бесы поколотят. Я изношусь, выгорю и стану старой. Я не хочу быть таким человеком. Если вы хотите пройти дальше в Царстве Божьем, Матфея 20-25, Больший да будет всем слугой. Пастор Билл Джонсон вот что сказал. Мне нравится история. Ученики собрались вместе и начали спорить, кто больше из них. их. И я исследовал это местописание. Это как раз случилось после того, как Иешуа послал их на служение. И они видели чудеса. И они спорили друг с другом. Я больше, ты. Да ты не видел тех бесов, которых я изгнал. да ты не тех исцелений, которые мы тут совершили. я была на таких собраниях, на похожих собраниях. Было не так прямо пафосно, но похоже. Целая толпа пастырей сидела. Один пастырь встает и говорит, что у него на собрании произошло. А у последующих, конечно, должна быть чуть получше история, повпечатлитель. И мы были на таких собраниях, когда мы как церковь чувствовали себя ущербно. Я думала, так у нас ни одного исцеления не было. У нас только все умерли, по-моему. это не было ободряющее собрание. Это не было время, когда обмывались ноги. Но я не верила, чтобы кто-то был, не видела, чтобы кто-то был таким же честным, как ученики в Писании. Я лучше, ты. буду первым. Я правая рука Ишуа. Не, Петр, Яков и Иоанн говорят, да не, ребята, мы тут самые главные. И в Луке 9 главе сказано, Ишуа знал, что у них в сердце. И помните, что он сделал? И взял ребенка, поставил перед ними. И нам не нужно, нельзя никогда терять эту схожесть с ребенком, с детьми. Если вы идете дальше, продвигаетесь в Царстве Небесном, все, что в первую очередь вы получаете, это больше стоп, которые нужно мыть. Наш разум так не действует. В нашем понимании мы продвигаемся вперед, для того, чтобы другие люди служили нам. и такое тоже будет происходить. Потому что, если вы несете ответственность лидерскую, сильную, Господь пошлет вам человека, чтобы стирать ваше белье, например, в духовном смысле. И в физическом смысле, потому что иногда тяжело нести служение и следить за домом, например. или, например, мужчине готовиться, чтобы поделиться словом и при этом еще выполнять свою мужскую работу. Поэтому Господь будет посылать вам людей, которые будут вам помогать и высвобождать вас для того, к чему Бог вас призвал. Но реальность такова, что в первую очередь вам предстоит просто помыть больше ног. Поэтому возьмите все, закройте Библией и давайте помолимся. Все, в общем, отложите и давайте помолимся. Я хочу помолиться за вас. Отец, благодарю Тебя за тех слуг, которые Ты привел в это место. Они вкладывают свое время, свои силы приходят и узнают больше о Тебе. Приходят и узнают, чтобы понять, как быть лидерами в Твоем теле. Пожалуйста, Иешуа, приди сейчас и омой их ноги. Дух Святой, приди и коснись. Я ощущаю, как Он доволен вами. Он хочет, чтобы вы знали, что Он очень гордится своими детьми. Я вижу, как Отец Небесный восседает на троне на небесах и толкает ангелов и говорит, видишь моих детей там в Одессе? Видишь, как среди тьмы они поклоняются Мне? это так же очевидно, как когда Павел и Сила были в темнице. Было темно и они славили Тебя. И услышите, как Отец Небесный говорит «Я горжусь Вами». И Ваша жертва это приятное благоухание для Меня. Отец, я провозглашаю, что их личность и их идентичность будет утверждена в Тебе. И мы запрещаем духу сиротства, который хочет напасть на нас. Мы усыновлены в семью Божью. Мы в семейном деле. И у моего отца очень успешный бизнес. Он всемирный. Я часть всемирной организации. Утверди нашу самобытность, нашу принадлежность. притча 11 глава. Притча 11 глава 10 стих. При благоденствии праведных ликует город. «При благоденствии праведных ликует город», говорит первая часть стиха. Я хочу высвободить видение для вас. вложить эту ответственность за это видение. Вы хотите быть известными в Царстве Божьем. В хорошем смысле. Поэтому я высвобождаю, что вы часть этих ликующих праведников. может быть вы не видите это в своей жизни. Или не увидите даже в своей жизни как Одесса будет ликовать. Но я высвобождаю, чтобы это горело внутри вас было вашей ответственностью. чтобы вы говорили, что вы будете исполнять свою часть, радуясь в городе. Я часть праведников этого города, и дело не в количестве. И город, в котором я нахожусь, он войдет в это радость и ликование. Отец, я высвобождаю это призвание для каждого из нас. Пусть это не будет ограничиваться только городом, пусть это распространится на область. Я хочу видеть своих соседей радующимися. Я хочу видеть, как город радуется. и я провозглашаю, что нет границ, нет ничего невозможного для Бога. Ты бы не оставил это в Писании, если это было невозможно. Поэтому я провозглашаю для этих праведников, которые радуются, что каждый день они будут ликовать, что будет один день еще, когда Одесса или Украина вся. Я не знаю, на сколько мест мы еще повлияем, но верю, что их много будет. Когда наш город и наши места, они будут радоваться в Господе, во имя Ишуа. Отец, мы просим о Твоей благодати и силе. Аминь. Аминь.